Здравствуйте, девушки! Меня зовут Жанна Санжак, я визажист, мне 45 лет, и мой блог посвящен тому, как с помощью декоративной косметики так умело подчеркнуть свою красоту, чтобы все вами восхищались. И самое главное, чтобы это было естественно, натурально и приемлемо для жизни. Мои советы будут хороши для тех девушек, кто хочет научиться искусству макияжа, использовать небольшое количество косметики так, чтобы при жизни это было максимально естественно, что никто бы даже не догадался, что вы накрашены. Сейчас я вам расскажу, как делать макияж девушкам, кто носит очки. Этот вопрос уже давно в моих чатах, на ютубе под моими видео. Если кому интересно, как скорректировать нависшее веко, то посмотрите это видео, я прикрепила в описании. А сейчас я дам некоторые советы, которые будут полезны девушкам, которые носят очки, дальнозоркость или близорукость. Какая особенность? Я не ношу очки, пока они мне не нужны, но я приготовила и хочу как раз вам рассказать некоторые такие нюансы, которые очень круто будут помогать вам делать качественно макияж и привлекать внимание к своим красивым глазам, даже если у вас очки. Давайте сначала для девушек, у кого близорукость. У меня есть вот три пары, остались от моей мамы, и сейчас я покажу, я их даже мерила, но, к сожалению, мне в них очень плохо видно. Но те, кто носит очки, вы понимаете. Значит, какая тут особенность? Что когда вы надеваете очки и они увеличивают глаза, то можно прям рассмотреть такое впечатление, как будто бы абсолютно все. И многих девушек волнует, что же делать, потому что глаза увеличиваются и может увеличиться и некая проблема под глазами. Это корректор, это морщинки, а может быть и какие-то синячки. Так вот здесь вот очень важно. Смотрите, девушки, когда мы делаем макияж, ну чаще всего, как правило, все девушки стараются увеличить глаза. В вашем случае, если вы носите очки на постоянной основе, это один момент. Если вы их надеваете только, когда вам нужно что-то посмотреть или прочитать, то тогда здесь ориентироваться на диоптрии, которые дают плюс, нет необходимости. То есть вы делаете макияж просто как для жизни, чтобы когда вы близко общаетесь, это смотрелось красиво, а только когда необходимо, надели и все в порядке. Что касается, если вы носите очки на постоянной основе, тут огромное значение имеет, какая у вас изначально форма глаз. Если глаза небольшие, то в данном случае это преимущество, вы надеваете очки и у вас сразу увеличивается форма глаз. По-моему, это прекрасно, мы все об этом мечтаем, а тут вроде бы с одной стороны такой нюанс очки, с другой стороны мы тут же решили проблему. Другой момент, если глаза нормальные по размеру, я думаю, что вы можете это оценить, или если глаза большие, есть девушки, у которых очень большие глаза, поэтому когда вы надеваете очки и они еще увеличивают, вот тогда может это смотреться не так симпатично, как хотелось бы. В этом случае нужно даже создать некий такой эффект глубины, то есть если глаза увеличены, то их можно смело уменьшать. В этом случае что поможет? Есть такая ошибка в макияже, что когда, если мы не носим очки, мы красим тени и нанесли их на подвижные века, нанесли их немножечко снизу, то таким образом глаз подчеркивается, но он визуально может быть меньше, потому что особенно у кого есть такая особенность, что верхнее веко объемное, то если прорисовать только вот по подвижной части века, то таким образом создается иллюзия глубины, веко как будто бы туда проваливается, и нависшее веко становится более объемным. То есть вот эта вот ошибка в макияже при коррекции нависшего века, она здесь сыграет наоборот хорошую роль, то есть таким образом можно чуть-чуть как будто бы утопить глаза. Также прекрасно будет работать, если вы, например, не используете тени, честно говоря, возможно здесь даже и не понадобятся вам тени, потому что очки увеличивают глаза, и вам достаточно просто накрасить ресницы, и уже будет вау-эффект. Если вы воспользуетесь карандашом для глаз и прорисуете по слизистой глаза темным карандашом, это может быть темно-синий, темно-серый, темно-коричневый, темно-фиолетовый, темно-зеленый, любой темный. Черный будет смотреться рисковато, вот цветные карандаши, они в помощь, и прорисовка по слизистой глаза сделает визуально глаза уже. И в данном случае это будет большой плюс, они будут смотреться ярко, выразительно, и при этом будет красивая форма, и пропорционально с точки зрения общих пропорций. Что касается зоны вокруг глаз, это если мы используем консилер или корректор, возможно в некоторых случаях придется в течение дня подправлять, и это нормально. Пожалуйста, не ищите суперстойкое средство, которое будет держаться вечно. В некоторых случаях компоненты в этих средствах могут быть очень агрессивные, и таким образом, ну скажем так, процесс старения можно просто ускорить, за счет того, что плотные и стойкие текстуры очень хорошо въедаются в кожу, и таким образом могут спровоцировать дополнительную сухость или морщинки. Используйте обязательно крем для глаз, для вас это в первую очередь. Средство для глаз, если веки влажные, бывает такое, особенно летом, то тогда вы выбираете корректоры, хайлайтеры, которые с кисточкой, я не ошиблась, хайлайтеры. Есть средство, которое называется консилер хайлайтер, или просто хайлайтер. Пожалуйста, не путайте. Есть хайлайтеры, которые дают нарядный перламутровый блеск, который, как правило, используется, вот, например, там под брови или на скулы. А есть хайлайтеры, которые матовые, и они дают внутреннюю подсветку. На этих средствах так и написано, что это хайлайтеры. Под этим видео я вам сделаю чек-лист тех средств, которые именно позиционируются как хайлайтеры. Эти хайлайтеры, они прекрасно подсвечивают теневую зону, они очень легкие, они прекрасно растушевываются, невесомые, не перегружают, то есть текстура подтаивает, исчезает, но при этом есть эффект коррекции. Если есть мешочки, вот здесь вот нужно быть очень аккуратно, потому что, надевая очки, можно вот этот вот объем усилить. Здесь будет, кстати, хорошая рекомендация, можно сделать очки, чтобы нижняя часть была с затемнением, то есть объем, который есть под глазами, он чаще всего, вот этот вот мешочек, имеет, ну, более светлый, и таким образом, когда надеваются еще очки, очки еще больше придадут объем, поэтому вроде бы как логично скрыть и это затемнить, но в макияже это так работать не будет, поэтому, может быть, вам лучше использовать очки, у которых есть затемнение снизу, легкое, деликатное, это как раз позволит скорректировать вот эту зону. В целом, самое главное, не перегружать текстурой, лучше пускай у вас будет небольшое количество, но вы в течение дня один или два раза подправите, добавите, и как будто бы освежите это средство, точнее, эту текстуру под глазами, и будет замечательный эффект. Что касается ресниц, то ресницы черные, именно темные, будут тоже создавать больше эффект глубины, то есть таким образом мы глаза, которые увеличиваются, и как будто бы немножко выступают, стараемся создать эффект глубины, поэтому тени матовые, тушь черная, а карандаш лучше для глаз использовать темный, но цветной. Еще важный момент, это непосредственно сама оправа, какая она. Посмотрите, вот я надеваю очки, и вы видите, что вот эта вот часть дужки, она достаточно низка. Кстати, тоже тут важный момент, что касается пропорций лица. Да, посмотрите, вот если я возьму сейчас и очки сделаю, ну, как будто бы повыше, вы видите, у меня брови закрылись, и вот эта вот дужка, она тоже немножечко высоко сейчас стала, ну, к примеру, вот мне так удобно, то в итоге увеличился нос, но если вот эта часть оправы находится именно на той зоне, где есть объем, он будет меньше. Посмотрите, какая разница. Я сейчас надену очки, еще одни у меня тут есть. Вот видите, получается, что вот тут вот темная оправа, брови, например, темные, да, еще верхние ресницы, как правило, мы тоже делаем более активные. И в итоге вот эта часть, здесь и линза, ну, как увеличивает, и вот эта зона более выразительная. Смотрите, что я делаю. Я сейчас беру, ну, у меня нету другой формы, и переворачиваю. Вот если вот эта часть дужки, ну, если она, естественно, правильно будет, будет находиться вот на этой зоне, где у вас объем, то получается вот эта дужка, видите, она как будто бы его скрывает. То есть нужно еще подобрать форму так, чтобы линзы визуально не создавали больше эффект объема и привлечения внимания к этой зоне. То же самое касается, например, если есть тенечки под глазами, ярко выраженные. То есть нужно с одной стороны их высветлить, а с другой стороны светлое может дать ненужный объем. Поэтому вот тут вот хорошо бы не только с макияжем работать, но и правильно подобрать форму. Вторая особенность – близорукость. И очки визуально делают глаза меньше, делают их более глубокими. Задача – глаза как будто бы вытащить и визуально сделать больше. Как раз в данном случае текстуры, которые имеют сияние, тени с блеском, с небольшим, без фанатизма, они визуально смотрятся как выступающие. Таким образом они больше будут создавать иллюзию, как бы приближения. Вот здесь очень важно грамотно сделать рисунок теней. Как делать рисунок теней? Еще раз, это видео в описании. Нужно сделать глаза более распахнутыми, увеличить смело по горизонтали и по вертикали. Огромную роль будут играть ресницы. Но вот здесь как раз важно, чтобы ресницы не были черного цвета. Черная тушь и все очень темное, а тем более еще и матовое, будет создавать иллюзию больше глубины. Поэтому, чтобы создать эффект раскрытых больших красивых глаз, при том, что очки уменьшают, важно использовать темно-синюю, темно-фиолетовую, темно-зеленую или коричневую тушь. Кстати, коричневый цвет может быть даже более выигрышный. Теплый цвет, он воспринимается всегда как выступающий. Холодный цвет воспринимается как отступающий и больше дает глубину. Поэтому тени лучше использовать коричневого цвета. коричневый цвет будет как выступающий, поэтому визуально будет как будто бы вытягивать глаза. Если это будут холодные цвета теней, фиолетовый, серый, то они будут больше давать иллюзию глубины. Что касается подводки, например, стрелка может визуально сделать глаз ярче, но она не всегда, достаточно редко делает глаза больше. Это зависит от того, какая форма глаз. Поэтому больше будет работать именно рисунок теней на увеличение формы. И вам можно более смело делать этот рисунок, потому что если вы на постоянной основе носите очки, очки будут тени и вообще макияж приглушать как по форме, так и по цвету. Поэтому вы можете более активно делать этот макияж, помасштабнее увеличивать глаза с помощью теней. Акцент лучше делать именно как бы на растушевках и на округлении, увеличении формы. Огромное значение будут играть ресницы. Ресницы максимально подкрутить, воспользоваться вот этим аппаратом, керлером, где мой керлер, который должен вот так вот приподнять и буквально чуть ли не поставить вот таким образом ресницы. Это возможно будет даже комфортно, что когда вы надеваете очки, если ресницы длинные, то они будут, ну так, немножко щекотно. Поэтому когда ресницы приподняты, то вот эта длина ресниц, посмотрите, она по вертикали очень хорошо увеличит глаз. Нижние ресницы внимательно красим с середины. Не красьте их от самых корней. Вы берете тушь и на чистенькие реснички старайтесь дотронуться до середины ресниц и вот таким вот образом прокрасить. Можно дополнительно воспользоваться белым карандашом, только не чисто белым. Это, у меня сейчас чисто белый, это может быть карандаш кремовый, бежево-розовый, такой натуральный цвет. Если прорисовать вот тут по слизистой светлым карандашом, то визуально это увеличивает размер белка. Прорисовывать надо полностью и можно даже вот буквально совсем чуть-чуть вот сюда пару миллиметров вывести за край слизистой, что это дает, посмотрите, видите, это дает как будто бы такой небольшой разрыв. Визуально это будет делать разрез по горизонтали больше, если бы вывели на 2 миллиметра за край слизистой и увеличит, конечно же, по вертикали. То есть мы таким образом вот так вот как будто бы сделали глаза больше. И то, что я сказала, ресницы от середины, вот сейчас я попробую, просто смотрите, покажу. Я сделаю чуть-чуть светлее именно корни ресниц. То есть как будто бы они мне не прокрашены. Посмотрите, насколько больше становится разрез глаз. Ну и, соответственно, сейчас вот этот сделаю наоборот. То есть это для дальнозоркости, я перепутала, это для близорукости, а вот это для дальнозоркости. Коричневый карандаш или может быть любой, вот тут лучше, холодный, потому что холодные цвета больше будут давать иллюзию глубины. Посмотрите, какая разница в форме. Вот, поэтому, девушки, вот вам на заметку. А в целом, не надо так сильно как-то привязываться, потому что периодически, возможно, вы снимаете очки, чтобы, может быть, глазки отдохнули и не должно получиться так, что вы сняли очки, а там вообще какая-то другая картина. Но все-таки вот эти маленькие нюансы, они сыграют ключевую роль. Вы видите, да, какая разница? То есть получается, что вот за счет выбеливания и ресницы, если пониже. В этом случае, кстати, можно еще попробовать и сделать рисунок теней, то есть делать тени тоже чуть-чуть пониже. Вы подкрашиваете не близко, например, вот как здесь, посмотрите, это на уменьшение. Я крашу прямо под ресницами, а здесь мы красим, отступаем от корней ресниц и чуть-чуть вот пониже. Но при этом тени должны быть мягко растушеванные. Это не должен быть какой-то откровенный темный рисунок. Можно это сделать тенями, можно это сделать карандашом. Самое главное, чтобы это было максимально естественно. И вот вы сейчас видите, да, какая разница, один и второй глаз. Ресницы еще можно подкрутить, завить. При этом, опять же, не черные, а коричневые. И таким образом, вот вы надеваете очки, очки уменьшают, но при этом форма будет смотреться очень достойно и красиво. И вот этот вот нюанс, он играет огромное значение. И будьте добры, если вам понравилось это видео, поставьте, пожалуйста, лайк и напишите новую тему для видео. И я обязательно поделюсь секретами искусства макияжа. До новых встреч! Посмотрим, три варианта. Ничего не вижу. Глаза, по-моему, стали большие. Ох, так. У этих я вижу. Вижу, что у меня глаза большие. Вот он. Быстрый способ, как сделать большие глаза. Прелестно. Ой. Не вижу ничего. Больше стали глаза? Да, по-моему, да? Не пойму. Не пойму. Не пойму. Продолжение следует...